Человек и чудо. Древнейший вопрос и современнейшая проблема. Бывало ли в жизни человечества что-либо более влекущее и более им отрицаемое? В погоне за мистическим чудом мы создали современную научную индустрию, давшую нам чудесное настоящее, значительно превышающее ожидания наших предков. Однако по странной причине мы хотим все сами. Без приборов и устройств, без ядерных систем и химических реакторов, без ракет и самолетов. Мы, как и раньше, хотим чуда. В космос без космонавтики, в здоровье без врача, в тайны Вселенной без физики и высоких энергий. Попытавшись осознать современные научные достижения в свете древних духовных и философских практик, мы создали новую технологию, вернули людям их мечту об их сверхспособностях. Сегодня мы можем дать любому желающему реальную возможность превратиться из мечтателя в чудотворца. И это реально. Об этом наш фильм. В 2010 году 250 человек получили сертификаты Книги рекордов Гиннесса как самое большое сообщество людей, обученных в кратчайшие сроки навыкам телекинеза – бесконтактного движения предметов. Движение предметов – далеко не единственная чудесная способность, доступная нам. Но это – прямое доказательство того, что человек – это больше, чем мы все привыкли думать. Мы можем совершенно отчетливо представить широкое доказательство того, что человек представляет собой не только то, что описывают нам физиологи, что человек на самом деле представляет собой, еще и некие силы. Что вообще говоря, было неожиданно для нас. Потом мы проводили еще ряд исследований в этом направлении, уже более тонких, с тонкими, более тонкими приборами и методами, и показали, что это не магнитное поле, не экстростатическое поле, не гравитационное поле. Ну, в общем-то, мы прошли все известные нам поля. Вот. И оказалось, что ни одно из известных нам полей, так сказать, не позволяет объяснить это явление. Свидетелями явления телекинеза стали как ученые-физики, так и журналисты. Пока снимали телепрограммы про чудотворцев из Петербурга. Ну, а через три минуты в нашей студии вы увидите людей, которые обладают сверхъестественными способностями. Во время того цунами, который случился около года назад, все умные люди сидели на берегу и смотрели на море. В итоге оказались в эпицентре этот цунами. А отсталое племя, находящееся неподалеку, за несколько часов до этого цунами, бросилось бежать в джунгли. Как они объяснили, к ним пришли духи предков и сказали, что надо бежать. Результат очень простой. Среди отдыхающих и местного населения огромное количество жертв. Все люди, жившие в этом племени, выжили. Эти способности спасают человека не только во время катастроф и стихийных бедствий. Они и сегодня приносят практическую пользу. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу, а мужчина вот напротив меня вращает стрелку. И все-таки... Лучшим доказательством возможности телекинеза для журналистов стало то, что они и сами освоили навык движения предметов. Парнормал в каждом из нас. И чтобы он дал о себе знать, бывает достаточно 30 секунд работы над собой. В Институте биосенсорной психологии за последние годы обучились движению предметов тысячи людей. Каждый выбирал то, что ему больше нравилось. Движение стрелки компаса, нагревание воды, вращение предметов на подвесе. Это не просто умение глазами сдвинуть вазу. Результат занятий гораздо шире. Первый раз получилось сдвинуть предмет. Ощущения были сказочные. Ощущения из детства. Какой-то огромный прилив сил и просто радость. Восторг. Вау. Я поверил в то, что в мире возможно все. Элементы целительства стали появляться, самоцелительства. Какие-то предвидения каких-либо событий. Было такое чувство, что я как погрузилась в какой-то совершенно иной мир. Стали легче решаться какие-то проблемы. Может даже они практически перестали существовать. То, что мне надо, то и происходит. Необычные и удивительные способности людей проявляются благодаря занятиям, энергетикой, дыхательными практиками и особыми физическими упражнениями. Глаза приоткрыты, взгляд расфокусирован. Расцепление на кончиках пальцев. Подтягивающее ощущение. Покалывающее ощущение на кончиках и притягиваются друг к другу. Человек состоит из структур и материй разной плотности. Более твердые – кости, затем мышцы, жидкости, кровь, лимфа и прочие. Еще менее плотные – воздушные, запахи тела и выделяемое им тепло. Мы можем их почувствовать. Затем электромагнитные поля, которые регистрируются приборами. Биологическое электричество – тоже часть нас с вами. И в нас есть еще более тонкие материи. Тонкоматериальные и иноматериальные структуры человека, меридианы, энергообращающие зоны, эфирные составляющие и многое другое – это то, что не улавливается физическими приборами, но то, что мы можем почувствовать сами. Мы можем увидеть свечение и ощутить активизацию энергетических каналов, уловить движения чужих мыслей и эмоций. Тонкоматериальные составляющие человека – это то, чем мы можем научиться управлять. Энергетические практики будут скрытые возможности. Смотря на что акцент внимания идет. Вот, в принципе, если специально заниматься, например, чтением мыслей, будет чтением мыслей. Если специально заниматься прогнозированием, будет прогнозирование. Допустим, на лице у человека ничего не видно, да? Ты видишь, как вокруг него что-то сгущается, ну, грубо говоря. И ты понимаешь, что ты сказал что-то не то. Просто лучше в людях начинаешь разбираться, когда энергетикой занимаешься. Потому что ты, назовем так, чувствуешь и видишь их какие-то энергетические процессы, их скрытые желания. Вижу то, о чем говорят люди. То есть они это показывают. Как картинки, образы возникают. Слышу иногда мысли. В школе я был вообще не в состоянии бегать. Сейчас я бегаю по 7, 12, 14 километров при желании, без каких-либо особых нагрузок. И вот какие-то энергетические насыщения запускаю, которые позволяют мне больше сделать. Мощнейший инструмент развития энергетики – дыхательные техники. Воздух, которым мы дышим, это не просто смесь кислорода, азота и углекислого газа. В воздухе огромное количество энергетически насыщенных субстанций. И при занятиях дыхательными практиками активизируются все энергетические структуры человека. То есть мы начинаем дышать. И дышим не просто через нос или рот, а можем, например, начинать вдыхать через макушечку головы. Либо через любую другую часть нашего тела. Разные типы дыхания – силовое, циклическое – для разных целей. Для резкой активации, для насыщения, для накопления потенциальности, для спокойствия и расслабления. Каждый может найти свое применение дыхательным техникам. Я 15 лет занималась единоборствами. И там чуда не было. А когда я пришла заниматься именно на бессенсорной практике, я увидела, что чудо есть. Что можно взять железный ключ и порвать его руками голыми. После одного из занятий по дыханию. Это очень мощные регулирующие и восстанавливающие практики, помогающие меньше болеть. Зимой при 20-градусной морозе я во всей одежде попала в ледяную воду. Состояние, конечно, было шоковое, но я сразу начала дышать. И буквально через некоторое время по всему телу пошел жар. И у меня было ощущение, что я нахожусь просто среди лета. Дает возможность восстановиться, более эффективно насыщаться. Изменение психики через движение, изменение качественное в самом движении. То есть долгое время у меня было заикание, но благодаря дыханию, занятию энергетикой, мне удалось научиться говорить четко и ясно. Толчком для активизации энергетических процессов могут стать и особые физические упражнения. В процессе выполнения такой суставной гимнастики происходит преобразование энергетической субстанции вокруг тела и в теле, которое человек, наделенный видением, может наблюдать как клубление и свечение. Биосенсорными практиками можно начинать заниматься с детства и даже до рождения. Причем последнее наиболее эффективно. Еще до рождения ребенок воспринимает окружающий мир, выходя своими эфирными составляющими за пределы тела матери. Легче всего воспринять энергетику ребенка можно тогда, когда ребенок отделяется на энергетике от тела матери. И вот эти светящиеся сгусточки, это действительно можно увидеть, как они выходят из тела беременной женщины и контактируют с окружающей средой или с другими людьми. Такое прямое знакомство с окружающим миром ребенка очень развивает. Одно из важнейших направлений деятельности – развитие целительства во всем его многообразии. Сам по себе процесс целительства – это просто восстановление саморегулирующейся системы человека. Виды целительства могут быть совершенно разными, какие-то из них связаны с очень точными рецептными формами. Травы, так же как и люди, они могут жить дружно, в согласии, а могут так же, как и люди, как любить рак и щука. Поэтому сложность траволечения заключается в первую очередь в том, подобрать траву, соответствующую для человека, и так, чтобы они не противоречили друг другу. Есть и энергоинформационное целительство, отличающееся от рецептной народной медицины. Человек может исцелиться в присутствии биосенсорного целителя, даже если тот, казалось бы, ничего не делает. Просто пообщавшись с ним или побыв рядом даже в молчании, неоднократно было так, что человек получал не просто облегчение, а вообще исцеление от своего недуга. И, безусловно, относится к этому как к чуду. Ну, собственно говоря, таковым это и является. Занимаясь биосенсорными практиками, человек может исцелиться сам. Были проблемы со стороны сердца, сосудов, периодически весной и осенью терял голос. После того, когда у Володи стал заниматься, постепенно я стал ощущать, что самочувствие значительно улучшалось. Пробежал кросс 12 километров. До этого где-то, наверное, километр были проблемы. Нырнул в прорубь до этого только после сауны. А тут после пробежки зимой тоже выжил. После того, как Олег поправил свое здоровье, он начал помогать другим людям, как профессиональный целитель. По направлению народной медицины и целительства ведется огромная работа и на поле законотворчества, и взаимодействия с международными организациями. В 1998 году был создан профсоюз специалистов в области энергоинформатики. Двумя годами позже была создана Ассоциация народной медицины. В нашей организации была инициирована выдача дипломов целителей. В 2001-2002 годах было выдано 57 дипломов. В 2003 году мы были приглашены от Всемирной организации здравоохранения на встречу по созданию Атласа по народной медицине. Из всех российских организаций, в том числе государственных, Институт биосенсорной психологии был избран чиновниками ВОЗ для представления главы по народной медицине в этом Атласе. Институт биосенсорной психологии стал соавтором в раздел о народной медицине в России. В Глобальном Атласе по народной медицине. Чудеса прочно вошли в нашу жизнь. Мы вообще живем совершенно чудесным образом и просто не всегда это понимаем.